В последнее воскресенье сентября машиностроители празднуют профессиональный праздник. Машиностроительными предприятиями с богатой историей гордится Тверская область. Накануне в регионе прошли торжества, посвященные праздничному дню. Заслуженным специалистам вручены государственные и региональные награды. Подробности у нашего корреспондента. Вахтан Гелашвили работает в отрасли машиностроения с 90-х годов прошлого века. Прошел путь от мастера до начальника деревообрабатывающего цеха. Начинал на Тверском вагоностроительном заводе. Сейчас продолжает работать в той же сфере на КСК «Металлокомплект». Цех изготавливает интерьер для пассажирских вагонов. Начиная с первых операций, это обрешетка, изоляция, двери, перегородки. У нас есть ограниченное производство, есть универсальные станки с программой управления по обработке алюминиевых профилей. Из них изготавливаем двери, перегородки. В этот день Вахтангу Сергеевичу присвоили звание почетный машиностроитель. Его коллега Татьяна Лизунова в профессии около 30 лет. Сейчас женщина – ведущий инженер-технолог по прессовой обработке на предприятии «Бежецк-Сельмаш». Она пошла работать по стопам родителей. Отец у меня работал в литейке сварщика. Мама у меня работала в конструкторском отделе, занималась гостами, остами всей вот этой документации. А так увлекательно это очень. Мне, например, интересно работать. От эффективной работы отрасли машиностроения зависит рост экономики, укрепление научно-технического потенциала региона. Тверские предприятия выпускают широкий ассортимент продукции, который отличается высоким уровнем качества и технологичности. Поздравительный адрес машиностроителям направил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Благодарю ветеранов и работников отрасли за многолетнюю добросовестную работу на благо нашей страны. Сегодня, когда перед нашей экономикой стоят масштабные задачи, девиз «Союза машиностроителей России объединяем тех, кто создает будущее» актуален как никогда. Уверен, что предприятия Тверской области несут достойный вклад в обеспечение импортозамещения, укрепление технологического суверентена России. В Верхневолжье машиностроение представлено более чем 70 крупными и средними предприятиями, продукция которых известна по всей России и за рубежом. На крупных, средних и малых предприятиях и в организациях занято около 30 тысяч человек, что составляет около 38% от числа занятых в обрабатывающих производствах Тверской области. В планах региона дальнейший рост числа конкурентно способных предприятий, выпускающих востребованную и качественную продукцию.